МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Предпоследний день правления начался для Анны не слишком радужно. Она вдруг обнаружила, что ее идеи не поддерживаются и даже высмеиваются коллегами. Ты мне предлагала помощь? В первый день мне было неинтересно с тобой разговаривать. Придумав очередную концепцию стиляги 60-х, Аня опять потерпела фиаско. Нашу шахиню из крайности в крайность кидает. Идеи остались недовольны все, от участников до гостей. Но сильнее всех возмущался Арам. Он разнес работу участников под руководством Ани пух и прах. И пока ты будешь говорить о том, что у тебя ресторан, потому что ты вынужден готовить здесь, это будет совок. В этот день участники реальной кухни заработали 88 800 рублей, а общая сумма составила 2 641 400 рублей. Как будут развиваться события дальше, смотрите прямо сейчас. Доброе утро. Сегодня утро у нас начнется с разделки утки. Вызвались разделывать утку у нас Саша и Валера. А вечер у нас сегодня, наверное, самый сложный. Ну, по крайней мере, для меня за все время проекта. У каждого из нас осталось немного времени, чтобы показать себя. Что смешного? Просто уже многие это начали делать, поэтому, ну, как бы, мне кажется, все очевидно. Надо уже как-то, да. А сейчас, я думаю, мы можем пройти и заняться утками. Нам доставили уток. Они были еще кря-кря. Когда я ходил, точил топор. Но это утрировано. Валера смотрела, в общем, видео, как нужно разделывать гусей. Рам Михайлович был разочарован предыдущим меню ресторана и пригласил шеф-консультанта Василия Емельяненко помочь участникам в приготовлении ужина. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Привет, Вась. Где утки? Вот они и запариваются в кипятке. Такие староватые, конечно. Кто будет ощипывать? Мы с Сашей. Валера, а как ты определил-то, что она старая? Перо из крыла достал. Она очень жесткая. Молодых уток до года перо очень мягкое. А что готовить-то будем из уток? С репой хочу потушить утку, обжарить. Рук, морковка, репа и гречку с пармезаном сделать на гарнир. Я сегодня получил колоссальное удовольствие, потому что вернулся лет на 15 назад, когда мы чуть ли не каждые три дня, неделю забивали, думаю, уток и готовили, и ели сами. Мне очень понравилось. Я вот не могу понять, почему они у вас, ребята, коченели, как будто они умерли, а вы их начали потом щипать. Да, Сандро, они тебя как увидели, только сразу сказали, да ну и он. У них инсульт случился, да? Нет, я, например, уток ни разу на рынке разделанных не видел в таком состоянии. Сандро, ты был на участке забоя уток? Нет. Я что-то догонишь? Я это все не люблю. Любишь только жевать, понятно. Ни один из них, из этих великих охотников, кто сегодня ощипывал утку, не знал, что утку сразу ощипывать нельзя, потому что кровь еще не отлила. Когда отливает кровь, перья выдергиваются, как бы намного легче, чем когда ее убьешь, и сразу выщипываешь перья. Я просто сколько раз Валера не наблюдаю, работаю, у него процесс, так вот приготовили, он все мучает себя. Валер, я тебе обещаю, что если мы приговоримся с Сандро, мы сначала дадим его тебе. Очень понятно. Да, да, чтобы немножко все-таки ты ему помучил. Я вам могу сказать одно, друзья мои, если вы сейчас начнете еще по этому поводу ругаться, то я принесу вам хорошего хряка, будете все вместе. Гоняться? И кто останется в живых, тот и победил. Я его перегрызду глотку этому гаду. А, вот ты себя и проебел. Конечно. Но вчера я не охотник. Я не могу убивать. Не, ну как, если дело касается чести, жизни и денег, я разорву все на свете. Сила и честь к тебе с Андро не иметь никакого отношения. Ну, это уже все, это, не знаю, не с тобой нам обсуждать. И красота тоже, отсутствие полное вообще. Что это за бред? Слава без честного урода. Какой вы, Михалыч, смышленый. Ну, Валера, вы смотрите, справился, смотри, как с этой задачей. Да, это же, это такие вещи не забываются, как бы. Просто-напросто надо время, чтобы вспомнить. Второй раз будет лучше, третий раз будет лучше и лучше. Это школа жизни, которую нам родители дают. И, слава богу, она по жизни очень сильно помогает. Валера, ты с костями хочешь рогу делать? Я хотел хребет кинуть на бульон с потрышками. Окей, так ты ее сейчас пожаришь уже, она у тебя местами жарена. Я ее потом помою. Так отрезать, как с роганином жареную. Уйдет вся чернота, когда мы ее помоем, на самом деле. У него есть опыт, он очень неплохо все делает, очень хорошо, я бы даже сказал. Но он болтается, он себя загоняет в какие-то рамки. Вась, ты мне можешь чуть-чуть помочь? Да. С этой стороны начинай, удобнее, всегда. Здесь кожа, она как воздушная подушка. Ты чуть-чуть ее надрезаешь, и все, ты видишь четко, как у тебя уходит окорочок. Ты, Псень, где хотел стоять? В зале. Мне лучше с гостями общаться. Я тоже, Псень, хочу с гостями пообщаться. Хочу на баре сегодня быть. В принципе, я закончил. Что у нас получилось? Окорочок, грудка, шея, каркас, крылья, две фаларги. Пока все участники наблюдают, как Валерий и Александр разделывают уток, Максим и Сандро обсуждают вчерашнюю находку блокнотов и придумывают план разоблачения заговорщиков. Смотри, что нам Ерина не выгнать. Прикинь, смотри сюда. Ты взял с собой блокнотчики? Знаешь, как можно это сделать? Предложить всем написать реальная кухня на листочке и потом по почерку прям тыкнуть носом, ну, сказать, это ты писала или писала? Да, там подписанный блокнот. А, че это? Там в переписке Женя, Таня. Все, утку разделали. С горем пополам. Здесь почище, здесь погрязнее, но здесь мы решили уже, что кожу все снимем, вытопим жир, это все мелко, каркасы все обжигаем и начинаем борить. Сандро расстроен, что участники не выбрали его рецепт приготовления утки. Не важно, что они там делают сейчас, как их обрабатывают, главное – результат. А результат, я думаю, будет плачевным, потому как они ее хотят порезать, на куски тушить. Но это будет отвратная, гадюшная фигня. То, что ты вчера предложил, это вообще… Это самый чистый мед. Это вот круче ничего с этой уткой ты не сделаешь. Давайте сделаем просто целиковую утку с яблоками. Нормально ее порезали. И все, и подаем. Ребята, вы че вот это издеваетесь сейчас с этой горелкой? Вы че хотите взрыв, чтоб тут был? Кто поставил горелку туда? Идиотизм какой-то. Если вы своей жизни не бережете, я не собираюсь… Сандро, ну видишь, блин, ну не критикуй вас. Да не хочу я вообще участвовать в этом. Я че должен умереть тут на кухне из-за вас? Идиоты вообще, кошмар просто, дебилы. Сел на своего конька, нашел все-таки изъян. Как же ж бедный крепился целый день. Сандро вас главное заводила? Да, да. Боится, что многие старушки не переживут его кончины в прямом эфире. Кстати, прикольно, шоу бы закончилось. Все, шоу конец. Саня, надо еще быть желудочек потом почистить, но это уже в варку его кинуть. Потом. Так, вот это в обжарку. Каркасы тоже у Сани забери в обжарку. Обвиняя других участников в заговоре, Сандро и Максим ведут себя не лучше, обсуждая, кого необходимо отправить домой. Я сегодня готов любые кандидатуры даже рассмотреть. Мне не хотелось бы, чтобы ты уходил. Я? Олеся я не хочу, чтобы уходила. Да не, Олеся это... Да пусть остается. Ну что будет? Смысл какой? Ну хостус будет. На бар? Ну что? Одно дело она была, когда яркая, когда только пришла. Яркая, энергичная, там, вступала в какие-то дебри, ругалась, еще что-то. Какая-то была активная. Сейчас такая... Че это такое? Че за нюни? Че за ню-ню-ню? Ну что-то, по-моему, она устала тоже, да? Ее не слышно, не видно. Это кто теперь стал вообще? Что за человек? Пора домой, думаешь? Ну а че? Ну, в принципе... Да. Давайте разбирать предстоящий ужин. Во-первых, кто тебе помог? Я вчера собрала каждого мнения, кто что бы сделал. И собрала воедино лучшие моменты. Я считаю, что должно быть жаркое. Просто какое оно должно быть, это уже второй вопрос. Ну то, что салат нужен, это по-любому какой-нибудь из свежих овощей. Может быть с уткой, может быть без утки. Из этих лучших моментов я сделаю меню. Концепцию я решила оставить, акулка у нас есть. Просто и вкусная реальная кухня, ресторан. Хорошо. Что будем вкусно готовить? У нас сегодня салат с груздей, со сметаной. На супы у нас борщ. Ваш любимый, надеюсь. Прекрасный борщ. Вообще, правда, прекрасный борщ. Я вообще все съел. Ты видела? Я никогда в жизни не ем то, что мне не нравится. И суп с уткой. Хорошо, давай дальше. На горячий стейк из говядины с картофельным пюре. Вот как я вам медальон и делала. Стейк из говядины? Не называй стейком то, что стейком появляется. Ну, медальон из говядины. Медальон? Филе говядины с картофельным пюре. Ну, хорошо, ладно. Жиркое из утки. Ух ты. Вот. И... Типа рагу будет, да, такого? Да, рагу. Рагу. Ну, понятно, рагу. Наверное, не жаркое, а рагу. Филе сибаса с овощами гриль. Морского волка, скажи. Филе морского волка с овощами гриль. Ну, ладно. Вот. И на десерт наш любимый панакотто и яброчный тарт. Если будет хорошо, то я тебе дам второй ресторан, ты будешь директор куста. Что? Куст? Куст, да, это когда несколько ресторанов. А-а-а. Конечно, соглашусь. Я не боюсь ничего. Я думаю, может, он сказал и забыл. Если он не забыл, то я буду рада, конечно. И как мы расставим людей? Вот сейчас мне очень интересно. Я хочу... Кого ты хочешь поставить шеф-поваром? Я вроде шеф-повар. Ну, могу шефа назначить. Ты у меня вчера была уже шеф-поваром. Я уже видел эту работу. У меня просто руки опустились. Опускаются. Хотя разносят в пух и прах. Хотя я хотела, действительно, я старалась. Я взяла весь негатив на себя, взяла все проблемы, все на себя. Ты у тебя есть представление? Вот кто из этих людей способен готовить? И способен руководить людьми, которые умеют готовить? Да. Кто? Женя. Что Женя? Ярошевская Женя. Женя Ярошевская шеф-поваром будет? Да. А у тебя одни люди готовят, а вторые люди тебе дудят. Почему ты берешь человека, который ни уха не рыла в кухне, ставишь шеф-поваром? Меня назвали человеком, в общем, вообще по жести. Прям прошлись по мне, прям прошлись. Я надеялась, что за это время я как-то себя показал. Ну, видимо, не совсем неправильно. Или как-то не полностью выразила, может быть, себя. Вот ты мне, вот объясни. У тебя есть люди, которые готовят. Готовят вкусно. Готовят Валера, готовят Саша, готовят Макс. На худой конец у тебя есть вот этот человек. Кирилл. Кирилл, который тоже готовит, ну, как хромая утка, да? Потому что вчера он тоже нам готовил здесь. Ну, он так считает, это его права. Ну, это не важно, на основании чего он там вывод свой сделал. Это его мнение. Ну, Рана Михайлович может считать все, что будет. Я думала между Валерой и Женей. И что ты решила? Ну, если вы, ну... Да я не собираюсь тебя давить, я просто не понимаю, почему надо выбирать людей. Нет, потому что шеф-повар у нас стоит на раздаче. На раздаче особо готовить не нужно. Нужно смотреть просто... Он сам поставит на раздачу, кого сочтет нужным. Надо выбрать человека, который понимает технологию процессов. Окей, Валера, шеф-повар. И Валера сам-то наберет себе команду. Ну, и слава тебе, Господи. Господь услышал мою молитву. И мне, наконец-то, дали руль. Валера, скажи, кто будет стоять по позиционному нам нужно? Я бы хотел увидеть Максима на кухне. Валера меня поставил сегодня на раздачу. Я доволен этой позицией, потому что это мое королевство. На холодное Кирилла взять. Может, и Татьяну на десерты возьмешь? И на холодное. Не, ну я хотел бы, чтобы Кирилл все-таки закрепил свои, ну, способности на кухне. Кирилл закрепил? Да. То есть в обучающую программу? Где он должен закрепить? Что он будет? На кондитерке. На кондитерке? Да. Кирилл на кондитерке? Да, у меня просто другая была расстановка, и Таня уже подготовилась, и даже рабочая мишка. Я на дискотеке. Просто я думаю, что сегодня надо ставить тех, кто где стоит, очень уверенно. Не, не вопрос, как бы. Я просто не знал, что Татьяна уже кондитерку, ну, что ты уже все решила. Пускай Татьяну тогда, если она уже сделала. Ну, и чего дальше? Ну, сколько? Три человека на кухне. Ну, кроме тебя еще три. Надо взять так, чтобы обед был вкусный, ужин был вкусный, чтобы все получилось. И Саша Ерин. Саша Ерин. Макс. Я не принимал участие в меню. Ну, можно я лучше в зале сегодня буду? В смысле не принимал участие в меню? А кто рубил в итоге? Ну, я не хочу это. Это там, я не знаю, я не хочу это. Боишься, что ли, Саша? Я в зал. У нас ситуация заключается в том, что мы командная игра, и мы хотим взять всех самых сильных. Ты говоришь о том, что ты против того, что там готовят? Не знаю, вот то, что было оглашено, это грузди. Там, ладно, теплый салат еще куда не шло. Ну, теплый салат с куриной печенью приготовить очень трудно, я тебе могу сказать. Вот это, кстати, процесс, который должен делать профессиональный поезд. Вот поставьте Сашу Ерина, пусть теплый салат с куриной печенью, это классика. Ну и давай делай. Чего его начинаешь? Ладно. Хорошо. Не ладно, а есть, шеф! Да, шеф. Я просто не хотел, честно говоря, позориться. Просто не с той командой. Ну, сегодня был Валера, Татьяна, это люди, с которыми мне не очень нравится сотрудничать. Но так как все-таки Арам Михайлович настоял ночью, что я буду сопротивляться. Я через не хочу, пошел. Представляете, как мне сложно с ними. Ну как? А что, нормально? Видишь, все соглашаются. С вами. Так, раз, два, три. И Татьяна на десертах. И Татьяна на десертах. Так, кто на мойку? На мойку я хотела Кирилла сегодня поставить. Да. Сам хотел сегодня попасть на дискотеку в политическом смысле, чтобы избежать какого-либо рода подстав и так далее. Олеся на баре? Нет. Хватит уже. Почему? Сколько можно отсиживаться в баре? Сколько? Ну сколько? Я ей дала задание сегодня. Пусть идет к людям. Пусть идет к людям. Она очаровательная. Да она и здесь очаровательная. Она везде очаровательная. Нет, она очаровательная. Пусть она очаровывает людей все-таки. Своим теплом располагает в нашем ресторанах. Зарабатывает денежки. Так, остается два человека у нас. Сандро. Вот Сандро может сегодня куролесить в баре. Пусть куролесит. Усправишь? Если бы у нас был алкогольный бар. Я бы с гостями в зале пообщался. В баре мне вообще бежать. Да без проблем. Ты можешь иногда и общаться в зале с гостями. На садят клочек. Сам принес, например, полил, наразлил. Узнал про их новости, настроение. Когда они последний раз ездили в горы. Бывали ли они в Сочи. Так, Женя у нас остается в зале. Правильно я понимаю? Угу. Все? Женя, Сандро, Олеся. Женя, Сандро, Олеся. И Аня. И Аня, конечно. Все, расстановка понятна? Какие есть вопросы? Я хотел поднять вопрос. Дело в том, что когда ребята говорили, что сговоров ни у кого никаких нет. Ребят, вот, пожалуйста, идет переписка ребят. Вот это и все как раз компании, которая такая. Вот нам Ерина не выгнать идет переписка. Мы как бы хотели озвучить и озвучили это. Мы хотели посмотреть на их реакцию. И мы увидели всех участников там, да, со стороны. Это было очень прикольно, видеть их рожи. Потому что они все потерялись, кто принимал в этом участие. Эта переписка идет людей, которые работают, вот, сообща. А с чего ты взял, что это наша переписка? Сегодня тухлый день. В смысле? Татьяна, ты не знаешь, не узнаешь свой почерк? Нет. Давайте почерк. И Женя не узнает свой почерк? Вы что, успел, что ли? Я все знаю вашу почерк. Это из серии, как бумаги нашли возле плена принтера Олеси. Давайте просто оставим это для того, чтобы вы просто сами понимали. И не было лицемерия никакого здесь. Когда мы пишем запишечки друг к другу, мы их съедаем. Мы их не храним, и тем более не передаем их Сандру. Сандро, сагу о форсайтах читал? Нет, моя единственная книга в жизни, которую я прочитал, это «Поющий в Терновом». Это заметно. Понятно. На твое замечание могу спросить, а кто читал сагу о форсайтах? Я не читал тоже. Значит так, раз никто не читал сагу о форсайтах, слушаем меня. Теория загорова, вот как ты говоришь, загорова, имеет место быть. Расследованием сейчас заниматься не будем. Я еще раз тебе сказал, что я, например, вижу каждого вообще из вас, прекрасно понимаю его плюсы и минусы, но, к сожалению, сегодня будет выгонять Анну. Поэтому думаю, что мы вечером послушаем, что она надумала на эту тему. Я уже еще додумала, да, с этими вот блокнотиками. Вот это вообще полная чушь. Ну вообще, зачем сейчас людей просто выставлять вот так? Я только что подвел черту. Ой, простите. Я просто возмущена реально. Ну, человек нашел блокнот, в котором написано, что он нехороший человек. Если у него порыться, что можно найти? Можно найти. Просто никто не собирается в этом рыться, и так все налицо. Понимаешь? То, что из себя представляет. Я просто заявил. Я это заявил не обязательно для Арама. Это просто должно было сегодня произойти именно на распределение позиций. Все, давай, пошли. Спасибо. Анна, значит, должна выше эмоции, поставите выше, руководитель не должен проявлять эмоции таким образом. Никогда не показывай, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты же мудрый взрослый человек. Поэтому, особенно не показывай, кому, кто тебе эту посуду не нравится, что ты держи интригу до конца. Ты же взрослый человек. Советуйся со мной сейчас, я никуда не ухожу. Та-да-да-да-да. Я что-то еду? Я не хочу, чтобы ты уходил. Я? Что такое? Денья Ярошевская шеф-поваром будет? Да. Почему ты берешь человека, который ни уха не рвела кухни, ставишь шеф-поваром? Так, с мясом, Валер. Давай решим, еще раз проговорим, чтобы было понятно. У нас идет часть мяса вот сюда, мелколубленная, и основная часть мяса в жаркое. Сандра, ты мохито умеешь делать? Конечно. Сегодня мохито у меня не уведу. В ресторане ничего не должно пропадать. Я с тобой согласен. Все должно быть использовано. Кости отвариваются, потом в пресс весь сок оттуда. Все выжать нужно. И уже использовать его как дымегляс, например, соусом и так далее. Ребята способные, они могут что-то сделать, но им не хватает базовых знаний. И не хватает вкуса. Когда начинаются большие объемы, то, что происходит у них, они начинают теряться. Ты что, Жень, такая молчаливая? Да? Не знаю. Покалывается, грязно. Расстроилась, что ли? Вообще как-то. Да ладно, хорошая, что я не верю. Какая-то дурка, короче. С этими записками, какими-то этими деливыми. Думаешь, они сами, да, это наказали все? Да, не думаю, я знаю, а кто это что мог сделать. Вася, смотри, когда я готовил. Я готовил борщ, но я не добавлял туда картошку. Просто картофель, потом же сам, значит, он разваривается. Разваривается, есть у него такая фишка. Может быть. Я к себе в колью хочу добавить. Давай, картофель немножко, а я без картофеля сделаю. Я так предполагаю. Саша молодой, мало у него опыта, но у него есть стремление. Если он на каком-то моменте не сломается, он пойдет далеко. Сможешь ты на вытянутой руке вот так вот продержать с коксиком? Что, дурак, что ли? Это же как кири. Ну давай. Ну и вот только вот так. Нет, так не, так не годится. Так, стремись, пожалуйста. Что ты не соленый? Иди сюда, бери. На вытянутой руке максимально надо вот так вот продержать. Занимайся, тебе энергию некуда девать, занимайся. Так, ребят, ну вроде бы все, мы договорились обо всем. Валер, ну в голове держишь все. Да, да. Все, супер. Самое главное, чтобы супы были соленые, но чтобы быть не соленым, будет невкусно. Удачно вам доделать все, удачно накормить. До свидания. Спасибо. До встречи. Давай, удачи. Ребят, через 45 минут давайте постараемся. Давайте. Влюда на пробу. Меня тоже, помнишь, как раскритиковали мой последний день? Я раму меня как... немножко. Так что не парьтесь вообще. Последний день сегодня. Может вообще он последний будет? Не для тебя. Интересно, кто сегодня домой поедет? Сань, ты билеты купил себе? Чего? На поезд. На поезд. Я тебе добавил. Москва, Питер. Так, через 5 минут открываем ресторан, друзья мои. Все по местам. Ресторан открыт. Пожалуйста. Добрый день еще раз. Меня зовут Олеся. Сегодня я буду вашим официантом. Пока вы не начали смотреть меню, могу ли я предложить вам воды. Вода Архиз. То есть это современная вода, которая дает возможность получить пользу природы, даже находясь в городе. Слушай, ты борщ всегда так милко режешь мясо? Я же говорю, он волокнистый, он прям разваливается. У нас в Украине просто принято, чтобы там кусок, знаешь, мяса брал такое. Да? Я в ресторане в украинском работал, не лазь руками, получишь. У меня, во-первых, чистые руки сами. Нельзя. Добрый вечер. Рада вас приветствовать в нашем ресторане. Проходите за стулья. А можно любой выбрать? Ну, обычно сами, да, гости. Он может присаживать, Сергеем больше нравится. Вот сюда, если можно, да. Повторите про супы и про горячие. Два калии, один борщ. Ага. Два медальона, один волк. Ага, спасибо. Какой лимонад? Имбирно-цитрус. Имбирно-цитрус. Сахарный сироп. Ой, а можно нам такой лимонад только безо льда? Ой, есть. Два имбирно-цитрусовых лимонада, да, у вас? Да, мне ничего, спасибо. А у вас? В квартире, да. Да. Мне нравится, как это написано с ручкой, да, это вот. Фабрика, ну, такие тоже приятные, не скорчили себя звезд, там, мега-такик. Очень приятные девчонки. А я? А я что буду? А я буду теплой салатской уриной печенью. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Александра. Очень приятно вас видеть. И вас тоже приятно видеть. И вас тоже. И у вас. И у вас Александра знакомствует. Вы прежде чем будете заказывать... А что посоветуете? Да, давайте так. У нас очень вкусный лимонад, имбирно-цитрусовый. Вот нам как раз ваша коллега подходила, мы ее уже заказали. А, вы уже, а, то есть вы уже приняли, да. Ну, нет, основной заказ мы еще не принимали. У вас как принято, что вы... Принято, если вы уже подошли, все, значит все. Значит все забили уже, да? Меня ввели в заблуждение, или я сама себя ввела в заблуждение, что столик это особо. Я подошла к ним, и сначала их, честно говоря, не узнала, потому что я как-то так сбоку хоп. Потом смотрю, Саша сидит, думаю, ничего себе, Офи, оу, кто к нам пришел. И я говорю, здравствуйте. Они говорят, здравствуйте, Евгения. И мне говорят, здравствуйте, Александр. Добрый день, меня зовут Сандро, я барон. Имбирно-цитрусовый лимонад. Олеся, ты ведешь? Пятый столик. Я думаю, что не надо планировать. Вот попробуй сам. Идеально вообще, посмотри какая. Просто нежнятельно. Вообще, можно без планировки делать. Хорошо. Я принял решение печень обваливать в муке с паприкой. Кирилл сделал замечание, что это лишнее для этой печени. Ее просто надо жарить. Получилось так, что Ромихалыч попробовал и мою, и эту печень. Ему и та, и та понравилась. Но ближе, более французский момент. Но я не стал спорить. Опять же, я говорю, сколько по росту ко мне нет. Участницы группы «Фабрика» поинтересовались, кто и как назначает управляющего рестораном. Принцип такой, что каждую неделю они сами выбирают лучшего, кто будет на следующей неделе управляющим. Владельцем ресторанчика. Аня, ты представилась? А мы уже знакомились. А, да, вот Аня стала управлять. Представляете? Такая вот длинжамедная девчонка из Хабаровска. Но захватила власть. Практически все из них были на этой роли. Не на место, я с ней заговорю. А можно сказать, тренироваться? Нет, иди, не валяй дурака. Прошу прощения. Извините, я могу отдать заказ пока на готовность? Или вы все-таки определились? А вы девочек что еще не отдали? Ну, я думаю, вы все вместе хотите. Вообще, просто в ресторанах положено подавать все вместе. Да, дорогая моя, это настоящий ресторан. Ладно, девочки, приятного вам. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужен столик только на четверых. В моем городе много цыганей как бы живет, поэтому я отношусь в принципе положительно к этим людям, а не нормальные люди. Кто хочет погадать? Кстати, хорошо гадает. Очень хорошо гадает. На тебе она сейчас погадает. Я не могу, спасибо. На тебе погадать. Погадай. Не, не, мне не надо, спасибо. Человек, мне не очень погадали вообще. Как не надо тебя погадать? Мне не надо. Ай, ладно, давай станцуем. Прошу прощения, если гости отказываются от ваших услуг, можно я вас попрошу? Отойти от этого стола и вас тоже. Спасибо большое. Слушай, ты прямо как цыганка. Пришла сюда и на скаланду. Туда, туда. Потому что мы здесь главные, а не мы. Пожалуйста, поставь. Что? Поль, давай тебе нагадать. Не надо мне гадать, пожалуйста. Не надо так близко ко мне подходить. Слушай, а ты нагадает, жених, а тебе никогда не женится, если ты будешь так грести себя на пустыне. Дала ему понять, что он мне неприятен. Ну, такой тоже психологический, конечно. Зачем лишний раз грузить? Какой-то там словесный. Я ему так просто. Ты себе фу*****. Давайте будем вести себя на полтона ниже, хорошо? Ну что, а не на мистераму к заманду. Че ты замандуешь там? Не надо меня трогать руками. А кто тебя трогает? Смотри, красавица. Как у меня цыганка. Не дотрогайся, что ли? Не надо трогать меня руками, отойти. Меня, Александр. Валера, давайте на полтона ниже, прошу вас. Чтобы всем было приятно. Я вышел, как бы, чисто, ну, отыграл свою роль, как шеф-повар. Что, да, здравствуйте, мы рады вас видеть, сейчас вас обслужат, как бы, у нас есть то-то, то-то. Все деликатно было. Ты нам приготовишь? Я приготовлю. Давай рекомендуемые блюда какие-то. Не надо меня обнимать, пожалуйста. Пойдете? Давай, 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 говори, какие блюда какие-то. Говори, какие блюда. Я сейчас подойдет официант, все запишет, ребята. Так ты посоветуй нам. Давай советуй. Я советую. Шикарные стуки-дутки. Ну, это такой народ. Это образ жизни у них такой. Их нельзя за это судить. Поэтому я нормально, адекватно к этому отношусь. Слушайте, вы прямо из фильма «Будулай», помните? Клару Лучко. Позовите управляющего. Это что за цыганский табор? Клару Лучко. Что вы, что вы? Мы не люди, что ли? Дайте нам кино сказать. Боже мой, я на колено, на колени стану, но на колено точно. Клара. Мужчина, я сейчас... Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ребята, у нас в гостях группа «Фабрика». Может, споете что-нибудь? У вас вон есть. Нам он интересен. Они могли бы ему поскорее что-нибудь приготовить. Это то же самое. А это же вы поете песню «Я тебя зацелую», мне очень нравится. Они всех целуют, кстати. Они приходят к кухне и сразу целуются. Мне очень нравится. На самом деле, хотели пожелать вам удачи, чтобы вы держались. Потому что, на самом деле, это действительно очень такое серьезное испытание. Может быть, они хотели поделиться каким-то опытом. Ну, вот этот вот гул, вот это, потому что цыгане у нас там сегодня находились, они просто перекрывали там все барабанные перепонки, ну, там, в том числе и девочкам. То есть мы постояли там буквально минут пять. Может быть, и нам было о чем пообщаться, но времени не было. Вам не дооправилось. Спасибо огромное. Все просто. Знаете, что говорят, что обычно человек, который готовит еду, должен быть с хорошим настроением. Всегда. А у нас все всегда в хорошем настроении. Как вам удается быть всегда в хорошем настроении? Это наш секрет ночной. Секрет настроения. Нет, серьезно. Мысль о том, что ты кому-то сделаешь приятно, уже нам дает хорошее настроение. Поэтому на позитиве. И еще один вопрос. Вот, несмотря на то, что уже много времени прошло, вы уже смотрели, вообще в этом правительстве. Вам кому-то жалко вот эти все-таки? Меньше народу, больше кислорода. Значит, не жалко. Нет, на самом деле есть, есть, конечно. Хотелось бы, чтобы все ребята выиграли по три миллиона. Такого не бывает, понимаете? Но, да, к сожалению. Смотрите меня через неделю, я выиграю. Понятно. Нет, я же вернусь, что это правда. Мы вам желаем всем лучше. Спасибо большое, ребята. Да, удачи, терпения. Спасибо. И спасибо за панакоту. Спасибо. Очень вкусно. Я старалась. Я, в общем-то, не сомневалась, что она была супер. Но все равно приятно, когда тебе говорят уже это открытым текстом. Удачи вам. Заходите. Спасибо, давайте я вас провожу тогда. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Удачи вам, тоже карьерный. Мне эта встреча с фабрикой запомнится, и в очередной раз моей жене будет повод приятно поривного. Она любит меня поревновать. Ну, в здоровом смысле этого слова. Девушка, все, что ли? Все, что ли? Все, что ли? Удачи вам. Удачи вам. Удачи, удачи. Удачи, удачи. Здоровья. Здоровья вам. Дорогие друзья, ресторан закрыт. Ура. Ура. Ну что, Анечка, отличался вечер сегодняшний от вчерашнего? Сегодня цыгане были. Дорогие гости, все, что ли? Дорогие гости, все, что ли? Цыгане – это национальность. Ну, люди приходили. Это такой праздник, что ли? В ресторане есть гости, это праздник. Пусть Татьяна теперь скажет, что она думает. Я думаю, что сегодня ужин удался. Фабрика хвалила, приходила лично по накоту. Ну, в общем-то, мне кажется, все хорошо было. Валера. Это мой третий опыт шеф-повара. Сегодня всем ребятам хочу сказать спасибо. Все здорово, все нормально. Единственное, дисциплина немножко нам надо в порядок. Но это со временем все придет. Уже не так много времени осталось. Евгения? Цыгане, конечно, внесли сумбур немножко. Но мы уже... А что они сделали такого, цыгане? Устроили хаос, да, шум, арестовать к людям. На тебя наше погадать. На, 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 ты будем гадать. Олеся, у вас как было сегодня? Кухня вкусная была и подача была хорошая. Вот единственное, цыгане. Девочки из фабрики сразу же меня попросили, чтобы они к столу не подходили. Я потом подходила к девочкам, они сказали, нас цыгане не напугали, мы сами кого хочешь напугаем. С этого все и началось. Они меня позвали, попросили, можно убрать девушку. Можно я вас попрошу отойти от этого стола? И вас тоже. Спасибо большое. Боже, ты прямо как цыганка. Потом уже девочки из фабрики, наверное, смирились, потому что они так были хорошо настроены. Саша? Был отличный день. Я измазал свой китель, как и хотел. А как ты тут истерику мне закатил, не пойду на кухню? Так, немножко покакит еще? Да. Я не принимал участие в меню, можно я лучше в зале сегодня буду? В смысле не принимал участие в меню? А кто рубил уток? Ну что? Давали все четко, официанты подходили к моей позиции тоже со всеми четкими чеками. Два рабу, сибас, медальян, два тарта, две панакоты, макита, все. Три салата с куриной печенью отдаем. Третий стол, новый заказ. Работал сегодня, ну, команда целая. Твои последние и заключительные слова. Мы работали, 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 и мы пришли к результату. Ты довольна и распределением, и тем, что сделали. Когда присутствует в ресторане Арам, есть какая-то положительная энергетика, да, которая от него исходит. Хочется, я не знаю, стараться. Я уважаю его как профессионала, как человека, потому что, ну, действительно, шеф и ресторатор с большой буквы. Ну, ничего же не поменялось. Сейчас пойдем переодеваться, чиллаут, и кого-то надо... Уточек помнишь? Замочить? Нет. А щипать? Выбрать. Выбрать уточку? Две. Поэтому все в твоих руках. Встречаемся через 10 минут. Ну что ж, закончилась рабочая неделя. Всю неделю в ресторане главным была Аня, поэтому я предоставлю ей слово. Аня, вставай перед нами, и сейчас от твоего решения будет зависеть многое. Я сегодня встала и хотела куда-нибудь спрятать за вододеяло просто, и все, и чтобы меня никто не видел, не нашел. Я хочу, чтобы ты мне дала сейчас две пары кандидатов, в каждую из которых я выберу по одному человеку. Это понятно? Да. Первая пара – это Максим и Сандро. Эта неделя не решила ничего. Они постарались там как-то клоунически вот это показать, там, как они там ля-ля-ля тополя стелятся, а сами в тот же момент сидели там, что-то ржали. Ну, лишь, короче, это очевидно было. Вторая пара – это Ерин Александр и Кирилл Грязнов. Я одобряю ее выбор. Это не потому, чтобы я остался один мужчина. Нет. Как бы я не боюсь конкуренции мужской. Лично я ни в ком из них четверых не вижу соперника. А теперь каждому из них скажи, почему ты так решила. Начну, Сандро. Очень неоднозначно к тебе отношусь. Ты мне дал и много радости, и много негатива. Но на самом деле я для себя приоритеты расставила уже давно. Неадекватные решения. Я уже с ними и так, и так. Я же сидел с ними, общался. Я им про профессиональные качества. Они мне «О, ты дебил!» И все. И больше я ничего не знаю. Это похоже уже на какой-то дурдом. Максим, у тебя армейская закалка. Это то, что иногда нужно на кухне. Но это не мои методы, наверное, работы. И здесь на самом деле ничего личного. Саша? Саша Ерин. Нужно иметь в тебе понятие, что такое коллектив. Что такое предательство и что такое правда. Тебе нужно уметь расставлять приоритеты. Мне кажется, у нас оценивают не за профессионализм, а за какие-то, не знаю, приз зрительских симпатий. Нравится, не нравится. Потому что есть участники более слабые. Хотела сказать тебе спасибо. Ты человек абсолютно из другой жизни. И ты принял у меня такой карьер. Все окей. Кирилл не ожидал, да. Мне кажется, он все-таки честнее многих здесь оставшихся. Теперь у меня такой единственный вопрос к тебе. Как ты оцениваешь себя как управленца? Ну, я думаю, что мне многому еще нужно поучиться. Нужно иметь свою четкую, стойкую линию. Потому что только на своих ошибках я смогу научиться. Не считаешь ли ты, что ты могла бы кого-то из них заменить? Или ты сильнее этих четверых? Я не знаю, что сказать. Не хочешь никого из них спасти? Нет. Я приглашаю сюда первую пару. С Андроем и Максим. И по традиции даю вам возможность сказать несколько слов в свою защиту. И напутствие какой-то ребятам, если вы покинете проект. Максим, начнем. Здравствуйте. Приятно было поработать со всеми ребятами. Я считаю, что я полностью себя не реализовал на этом проекте. И думаю, что на последние недели я могу пригодиться ребятам. Я один из людей, которым я больше всего работал на кухне. Поэтому мы с ним сработались и очень комфортно чувствуем. Неважно, на каком мы процессе стояли. С Андро. Столько наломанных дров. Вот Анна сейчас была управляющая. Ты не прислушиваешься вообще ни к чему, никакому мнению. Вот я в зале тебе подсказывал. Я как на кухне был, на кухне подсказывал. На мойке, на мойке. А ты меня не слышишь, ты вообще меня не замечаешь. Вот это мне не нравится. Посмотрите, чем занимался в прошлый раз управляющий. И не ломайте эти же дрова. Вот Татьяна после меня встала. И все. И опять ресторан развалили. Вообще в хлам развалили. Пришла Анна. И вообще добила ресторан до 30 тысяч выручки. Да, он может пыль в глаза пустить. И поэтому я его и боюсь, как человека. Что он пустил мне пыль в глаза и тут же поставил. Почему Сашу выбрали? Почему Макса выбрали? Ладно, Кирилл, уже все понятно. Но эти ребята что? Есть намного слабее участники, которые сидят сейчас, взяли бы и сказали. Да не надо, вы что сильные пусть продолжают. А мы поедем домой, устали. Он держится на одних своих разговорах ни о чем. Может это интересно. Женщинам пенсионного возраста, у которых не было красивых слов. За железным занавесом. Сейчас это и есть нейтрально. Сандро. Да, спасибо. Спасибо тебе тоже за такой откровенный спич. Я задавал такой вопрос Ане. Ну и задам кому-то из здесь присутствующих. Никто не хочет спасти кого-то из этих участников. Нет, этого нет. Итак, сегодня проект покидает... Проект покидает Максим. Я бы хотел пожелать ребятам удачи. Но им ничего не светит, пока на проекте остается мой корифан Сандро. Сандро, садись. А сюда я приглашаю вторую пару. Кирилл, начнем с тебя. Я благодарен всем ребятам, потому что это такая школа человеческих отношений. А в плане проекта, да, я на самом деле высиживал и ждал последней недели, чтобы в последнюю неделю стать управляющим. И там хотел немножечко себя раскрыть. Я чуть ли умер, когда это услышал. Саша? Я считаю, что я на этой неделе себя хорошо проявил, могу и проявлять хорошо дальше, потому что я еще не готов покинуть этот проект. Я еще не до конца себя здесь показал, поэтому так же, как и тебе. Ерин хороший повар, может быть, у него есть хорошие идеи, но он самая личность. Кто-то считает себя участником, который хочет спасти кого-то из них? Я считаю себя слабее, чем Кирилл, например. Если ты считаешь, что ты должна его заменить, ты можешь встать рядом. У Женьки, значит, вот правда, чувства какие-то настоящие. Даже если бы я вот так влюбилась бы, как Женька на проекте здесь на кого-то, я бы не вышла, потому что это просто тупо глупое решение. Женя, у тебя сейчас возможность так же, как у ребят, сказать что-то на прощание, если вдруг я выиграю тебя. Я думаю, что если я сейчас уйду, то это наша не последняя встреча. И я не прощаюсь, я вообще никогда не прощаюсь. Она сделала так, как ей, наверное, сердце подсказывало. И надеюсь, что в дальнейшем ее выбор будет намного дороже трех миллионов. На самом деле, Женя, я очень ценю твое мужество. Даже то, что Кирилл пытался давить, ты все равно принимал свое решение. Вызывает уважение. И поэтому, Саша, возвращайтесь на диван. А проект сегодня покинет. Я был бы не прав, если бы сделал бы по-другому. Проект сегодня покинет Женя вместе с Кириллом. Женька, благородный человек, хотела уйти вместо меня. Ну, а Рам тоже благородный человек. Отправил нам, говорю. Да, не дал мне там возможности остаться, хотя бы в любом случае не остался. Поэтому мы вышли вместе. Ну и кашу-то заварила, конечно. Я даже не предполагал, что так все развернется. Того же Макса мне все равно жалко. Все так закончилось еще. В какой-то момент мне говорила, Женя, он тебя потопит. Ну, в шутку. Но я думала, все равно она меня услышит. Она меня не услышит. Я считаю, что остались очень сильные участники. Я ценю каждого из вас. Сегодня участники целый день думали-гадали, кто покинет проект. Но несмотря на нервное напряжение, они справились с эмоциями и заработали 122 тысячи 300 рублей. Все-таки 2 миллиона 763 тысячи 700 рублей. Мы можем существенно увеличить эту сумму. И я думаю, что такие деньги на дороге для каждого из вас не валяются. Я вас поздравляю с переходом в стадию финала. Но осталось потерпеть одну неделю, и мы узнаем, кто сорвет банк. До завтра! Спасибо! Ничего, я их всех, всех привезу! Я бы не знал, где он бы себя еще смог показать. Ну, вот он. Просто вот он оратор возле раздачи. В мою кровать священную, никто не влезет. Сандр проследит за этим. Жалко Макса. Лучше бы ушли другие. Парни из столи. Давай, зайдем! Ай, капец, твой! Всем привет, всем пока! Сейчас собрались. Давай, вставай уже, ты можешь. Давай. Кирилл вообще человек из другого мира. У него есть деньги, все есть, да, как бы. Пришел мальчик сюда, богатый, пижон, поиграться. Да, увидимся, встретимся. А у нас с собой было. Ну, все, ладно, ребята, всем спасибо. То, что вот касается Кирилла, нормальная ситуация. Вообще, это прям справедливо. Давай еще, Олеся, пока. Пока. Управляющего не будет. С конца можем начать. О, прости меня. Душа радуется. Когда хочешь чаевые большие, вот так вот делаешь. Ой, ой. Ну, что там брать? Я его вообще ненавижу, Суваня. Я бы убил этого, кто его придумал. А вы, случайно, не поете? Да, мы Ивановский интернет нашел. И я свое решение принял. Ивановский интернет нашел.